Друзья, привет! Давайте с вами разберем рынок, что у нас происходит, какая перспектива по биткоину, естественно. Крипта у нас валится, все обвалится, все плохо, все ужасно, когда же все-таки будет развязка, кто-то говорит, что биткоин будет ноль, кто-то говорит, что будет расти. В общем, здесь целая неразбериха. Также пробегусь по некоторым позициям, которые у нас есть в инвест-портфеле, которые мы собираем в клубе. Вот. Итак, давайте начнем с S&P 500. У меня должно быть видно хорошо. Кругляшок, надеюсь, ничему не мешает. Если что, в комментах напишите, постараюсь учесть ваши замечания. Итак, давайте сейчас обновлю страницу по рынку. Начнем с S&P 500, который до сих пор бычит, причем просто на жутчайшей дивергенции, скажем так. Те, кто любит дивергенции, конвергенции и тому подобное. То есть объем у нас очень сильно снижается, цена растет. То же самое можете видеть на MACD, RSI. То есть кто любит индикаторы, осцилляторы, you're welcome. Но если вы знаете его политику, что происходит в мире и так далее, достаточно понимать, что этот рост достаточно фейковый, растет ни на чем. Если учитывать, что в нашем мире фиг знает, что творится. Везде конфликты, сбои цепочек поставок. В Америке вообще там мосты взрываются, поезда с рельс сходят, все удорожает и тому подобное. Но деньги текут сюда. Ну, отчасти, конечно, некоторые люди из кэша перетекают в акции компании, потому что компания как бы может пережить, скорее всего, какой-то коллапс. А доллар США вроде как уже испытывает последние свои деньки, может куда-то деться со временем, люди переживают. Но в основном это искусственное изливание для того, чтобы поддержать цену, чуть-чуть повыше закинуть, для того, чтобы хорошенько так скорректировать. До уровня 4800 будет вообще просто замечательная коррекция. Это здоровая коррекция, это ничего критичного нету, но при этом это минус 14%. Для людей это может быть очень катастрофично. Ну, вернее, скажем так, тут баланс. С одной стороны, это может быть страшно, с другой стороны, это не приведет к такому коллапсу, как дефолт, какой-то депрессия, как в 20-х годах было в Америке. После чего создали ФРС, естественно, и так далее. СЕК, да, то есть комиссия по ценным бумагам. И это будет нормально. То есть чем повыше мы сейчас залезем и скорректируемся на уровне 4800, тем лучше. Потому что если бы мы начали корректироваться с текущих 4800, могли бы так сильно упасть. Техническая картинка была просто ужасная. И вот как раз-таки даже крупные деньги не смогли бы удержать вот эту капитуляцию. Люди бы начали ее выходить в кэш. Что у нас по доллару? Доллар к рублю. Сейчас у нас в таком широком боковике. Мы протестировали уровень 82. О нем я говорил, что мы в него ударимся. Должны удержать. Ниже уходить лучше не надо. Иначе это будет совсем капец. И мы идем в какую-то более глубокую коррекцию, накопление. Но сейчас все более-менее здоровое. То есть отметка 82,9. Пусть будет 83. Мы сделали ложный пробой, очень красиво. И откупили. Сейчас происходит такое накопление с потенциалом выхода вверх. То есть возможно это был такой некий отскок и поход вниз. Рано говорить на самом деле. То есть инструмент пытается закрепиться выше уровня 88. Но у него это тяжело, очень тяжело проходит. Такое ощущение, что продают и хотят удержать его в неком низком коридоре. Вот коридор 82-88. Возможно мы сейчас уйдем как раз-таки в боковое накопление в этот диапазон. Покупим какой-то период. Потом выйдем в верхний диапазон. И затем уже будем делать, создавать заходящий импульс. То есть перед каким-то более сильным ростом. Поэтому данное движение пока аккумулятивное. То есть мы ушли в боковик достаточно серьезный. И вопрос того, если пробьем, закрепимся круто. Пойдем, значит, в верхнюю границу вот этого боковика с плотненького до уровня 95. И проболтаемся там, в этом диапазоне до конца года. Поэтому потом можем куда-то пойти вверх. Если останемся сейчас в нижнем диапазоне, то нужно подождать, покопить, выйти вверх. И потом уже искать точку выхода. Ну, импульсы. Вот. Поэтому, опять же, по доллару, как я и говорил, если вы зарабатываете в долларе, зарабатываете в долларе, тратите в долларе. И это лично. Если вы хотите это, у вас там рубли, вы в них зарабатываете. И у вас вопрос, может быть, в доллары переложиться, потому что он сейчас вырастет. И я на этом заработаю. Или доллар лучше продать, а то что-то он ослабевает. Сейчас пойдет вниз, там, на уровне 70, ну и так далее. И если вы так будете пытаться спекулировать, если вы не профессиональный спекулянт, то, скорее всего, вы деньги потеряете. Потому что именно для вас создаются вот эти колебания. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я вот в последнее время вокруг слышал очень много возгласов. Ой, что делать с долларом? Сейчас куплю на всю котлету. Ой, продам. Ой, куплю. Вот эта вот нервотрепка вам ни к чему. В рублях зарабатывайте, в рублях тратите. Единственное, что я бы не стал, ну вот лично я не стал бы копить деньги долгое время. То есть больше полугода хранить деньги – это хреновая позиция. Лучше как раз-таки потратить на то, что вы хотите. Отдых, путешествия, автомобиль, квартира, улучшение каких-то, ремонт, улучшение жилой площади, условий и так далее. Вот на это тратите, потому что, по сути, деньги нам нужны именно для этого. Не забывайте. А вот копить именно, что вот сейчас я лет 10 покоплю, не надо. Либо, если вы хотите прямо уже начаться как-то инвестировать, да, вот что-то откладывать, какой-то излишек, если он у вас появился, и прямо вот не хотите ничего покупать, или купите на долгую инвестицию, там, квартиру и так далее. Тут уже как раз вам поможет инвестиция в золото, либо в серебро. То есть более такие консервативные инвестиции. На мой взгляд, они более перспективные. Давайте перейдем к ним. Тоже золото, если мы посмотрим неделька. Если посмотреть по циклам предыдущих годов, которые проходили, сейчас вот так вот сделаю, да, я сделал корреляцию, то, в принципе, у нас рост до 300% вполне себе реален. Но это тяжелый актив, он долгий достаточно. Мы его покупали где-то здесь, по-моему, в этом накоплении боковом. Сейчас, вернее, я покупал в свой портфель. В клубном портфеле мы серебро покупали. И потенциал еще остается. Вопрос времени. Это год, два, три, четыре. То есть если выходить копить несколько лет или пять лет, то это, я считаю, хорошая инвест-идея. То есть я бы копил именно золото и серебре. То, что крипта имеет циклы, каждые четыре года растет, потом падает на минус 80%, 90%. Такая себе история. Здесь больше спекуляция. То же самое с рынком акций. Вот. По серебру такая же история, только гораздо интереснее. Даже взяв с текущих, мы можем забрать плюс 60% в течение года, я думаю, легко. Я не вижу здесь каких-то проблем. Очень красивая техническая картинка, накопление, боковой выход из этого боковика. Шикарно очень выглядит. Мы, кстати, с ребятами в инвест-портфеле добрали серебро. Вот. А у нас в клубе, ну, те, кто студент у меня обучился, прошел обучение, попал в клуб, мы вместе инвестируем, выкладываем идеи, обсуждаем, инвестируем, выделяем процент, какой мы инвестируем. И тем самым в бою учимся торговать на рынке, да, то есть инвестировать, спекулировать, либо торговать. У нас три способа управления активами. Соответственно, да, серебро докупили, хороший потенциал и интереснее даже, чем у золота, потому что серебро быстрее и дальше идет, чем золото в итоге. Вот. Поэтому сберегать свои средства в золоте и серебре я бы стал, если мой план был бы там на 5 лет, к примеру. Я хочу там накопить на квартиру, там, или еще на что-то, да, потому что по истории с 2000, по-моему, я недавно пример рассказывал, с 2000, в общем, если бы 2 миллиона, 2004 год, по-моему, да, не помню, до 2008 года, по-моему, было, да, ситуация. Вот, боюсь обмануть сейчас, 2000 или 2014 год, в 2014 году, если бы вы за 2 миллиона купили однушку на периферии, то есть за МКАДом в Москве, да, там, эту однушку можно было купить там на востройку, там, кое-как. То в 2020 году, а нет, даже, получается, в 2004 году, если бы купили, и в 2020 году вы бы имели эту квартиру, она выросла там в 2 раза всего лишь, да, там, 4 миллиона или 5 миллионов стоила. А если бы вы купили золото вместо квартиры, то у вас в 16 раз вырос актив, то есть у вас было бы 32 миллиона рублей вместо 4, то есть, понимаете, да, но это тяжелый актив, потому что если вы сейчас купите, он может скорректироваться, годами ползать где-то в убытке, то есть вам не нужно срочно выдирать эти деньги. Ребята, пожалуйста, имейте это в виду и грамотно инвестируйте. Не знаете, как? Переходите в телеграм-канал, следите за, вот здесь вот, телеграм-канал, ссылочку оставлю в описании, переходите, здесь я периодически укладываю информацию, сейчас у нас, кстати, голосовалка тут. Здесь я рассказываю, как я действую, как мы торгуем с ребятами, как студенты торгуют, естественно, для меня это более важная информация, как именно студенты это делают, какой результат обучения. Также есть обзоры всякие, информация, по золоту тоже отдельно я дал очень, в 2023 году я давал еще, в начале 2023 года я давал по золоту вот эту вот информацию по закупке, то, что я его беру. Вот, и так далее, вот будьте аккуратны, здесь мошенники всякие, недавно делали атаку, какой-то сайт фейковый создавали, короче, там кидали, пытались кинуть людей, но вроде мы вовремя похватились. Будьте очень аккуратны, не попадайтесь, я лично никому не пишу, в личку, ну и так далее, там подобное. Вот, поэтому здесь обзорчики, какие-то точки входа я иногда даю, так что будьте в курсе, ребят, чтобы грамотно начать инвестировать. И много очень полезной информации в открытом доступе, имейте, пожалуйста, это в виду. Итак, переходим дальше в графику, посмотрим давайте сначала на капитализацию крипторынка, потом на биткоин и альткоин. Общая капитализация рынка у нас в принципе ничего такого критичного не произошло, мы даже сделали коррекцию в пределах 30% от роста. Это неделька, давай дневку откроем. Нам сейчас важно удержать уровень 1,9 триллионов, потому что если мы пробьем, то мы летим сразу же на 1,6 триллионов, это просто катастрофа. Желательно сейчас удержать. Но в принципе с другой стороны вот 1,6 триллионов это совершенно нормальная коррекция. То есть это очень хороший сильный уровень поддержки, здесь сильная проторговка. Я стараюсь смотреть именно по системе уровней, ребят, я торгую по системе уровней и смотрю на то, как работают они, как копится энергия, где она выходит, где она останавливает движение и так далее. Просто если вы даже по каким-то классическим канонам смотрите индикаторы осциллятора и тому подобное, то даже натянув Fibonacci вы наверняка увидите, что уровни плюс-минус совпадают с уровнем Fibonacci, с отметкой 0,5. То есть в принципе вот 0,618, золотое сечение Fibonacci, мы можем сходить на 1,4 триллиона по Fibonacci. И это будет нормальная коррекция, ребят, нормальная для этого цикла. Я согласен, да, здесь можно подключить волновую теорию и сказать, что вот это была там первая волна, вторая, третья, четвертая, кто-то пятая говорит, да. А кто-то говорит первая, вторая, третья, сейчас волна только, четвертая и мы ждем пятую. То есть здесь кто во что гораст, только ретроспективно эти специалисты могут узнать, как это работает, либо не работает. Я в эти игры не играю, честно скажу, я могу только, ну я смотрю по уровню, как они ходят, накопления, то есть смотрю, как ведет себя крупный игрок. Ну как вот эти волны делают, потому что там бывают усеченные коррекции, там много нюансов разных, люди там просто мозг взрывают. Я это не люблю, мне жалко свое время, чтобы на это все тратить, потому что это хреново отрабатывать, честно скажу. Это отрабатывает у некоторых, у единиц людей, кто смог адаптировать эту систему под себя, и она у них как-то работает, то есть по статистике. Я не против этого, но в большинстве случаев это очень тяжелая система, специфичная. Так вот, сходить на 1.6 это нормальная история, я это допускаю, но судя по установке, то что сейчас произошло, мы находимся в баковике. Да, здесь такой некий, кто любит паттерны, некий вырисовывается такой вымпел. Я вот не люблю это рисовать, потому что здесь каждый подгоняет, кто во что гораст, как говорится, да, кто-то рисует вот так вот. То есть это медвежий вымпел, то есть движение вниз у нас происходит. Ну тут по касателю надо рисовать, там не суть, кривой какой-то. Пока это просто боковое накопление, оно, по сути, это эффект стянутой пружинки. То есть пружинка сжимается и будет выстрел, вопрос в какую сторону. А вот в другую сторону здесь как раз-таки помогает наиболее точно угадать систему уровня. Потому что когда мы подойдем к уровню в одну или в другую сторону, вот в нижнюю границу или в верхнюю границу, тогда мы увидим реакционный уровень, затухание волатильности, накопление. И в этот момент мы можем входить, а не вот во время треугольника, когда мы вот здесь вот находимся, условно говоря. Как это делается обычно, да, рисуется вымпел, рисуется флагшток этого вымпела, пусть будет вот такой. Ну кто во что там, гораздо кто-то больше делает и так далее. Перемещаем его на предполагаемый импульс, ищем точку входа, допустим, вот здесь, при выходе. Стоп ставим за предыдущий там хвост какой-то длинный, может быть ложный пробой, который вышел из этого накопления. И дальше запас хода до вот этого уровня. У нас соотношение риск-прибыль 1 к 3, да, получается. Ну, такой себе как бы история. Люди заходят прямо здесь. Ну нельзя здесь заходить, ребята, это середина канала, ёппер, СТ, здесь вас разнесет вверх, вниз и так далее. Нужно заходить от уровней. Потому что когда уровень пробил, крупный игрок, все, полилась ликвидность. Просто сопля такая вниз. А если он вверх пойдет? Понимаешь, он бывает еще раз, выбивает, потом идет вниз и так далее. Поэтому будьте очень аккуратны. Это такая свинг-сделка получается, вот система. Но я не очень это люблю. Мы там с ребятами иногда в клубе, мы по уровню торгуем, а иногда видим такие вот накопления. Я говорю, ребят, давайте ради интереса просто посмотрим, как это будет работать. И похреново работает, честно скажу. Ну мы на бумаге смотрим просто. Это замечательное. Ребят, упрощайте, все гораздо проще. Надо понимать, как крупный игрок работает, а не просто фигуры тупо рисовать. Хотя, я говорю, в умелых руках и даже фигуры нормально могут работать. Вот, пока мы не подошли к этому уровню, рано говорить про то, что мы идем ниже. И, соответственно, то, что мы отскакиваем, идем куда-то вверх, тоже рано говорить, потому что мы еще не подошли к уровню 2,1 триллиона. Это общая капитализация. Без битка, соответственно, достаточно похожая ситуация. Без битка эфиров тоже похожая. То есть рынок замер, он чего-то ждет. Биткоина, доминация биткоина, она достаточно интересная. Здесь очень сильное аккумулятивное движение. Во-первых, обратите внимание, у нас была сильная аккумуляция здесь на дне рынка. И вот это движение, то, что происходило по доминации, это аккумулятивное движение. То есть накопление ей энергии, выстрела еще не было. Я вообще ожидаю, что капитализация битка, доминация битка, она может очень хорошо дать импульс. До отметки даже под 70%. То есть на фоне, знаешь, там альта будет кататься по дну, она еще ниже упадет, все будет плохо. Люди окончательно разочаруются в альте, выйдут из нее, начнут запрыгать в биток, который вырастет. И вот тогда начнется альтсезон. Для меня сейчас это более перспективный сценарий. Да, есть другой сценарий, то, что у нас сейчас формируется парабола. То есть здесь разворотная формация формируется. И мы можем действительно развернуться, пойти куда-то вниз. Это такой апокалиптический сценарий. Это уже из разряда того, что там биткоин будет ноль. Во что я, честно говоря, не верю, потому что смысл резать курицу, которую несет золотые яйца, она бессмысленно начнет тогда крупному игроку зарабатывать. Постоянно брить как раз-таки на этих движениях и есть смысл, понимаете. Биток обнулят, на нем торговать нельзя. Это как-то Dash, Neo, EOS, мертвые проекты. Ну это альта, понятное дело. Но это мертвые проекты, они никому не нужны. У них уже там объемы торгов низкие. И биток зачем хоронить? Ну то есть это странно очень. Его похоронят, вся альта похоронится. То есть весь крипторынок по сути умрет. Но понимаете, это даже если взять как пузырь, крипто, криптопузырь, скажем так, большой, который хотят сдуть. Смысл, вот пузырей было много в истории, в тот же там доткома. Там были компании, ну это как альткоми, да, доткома. Но в любом случае даже после доткома какие-то компании вышли и начали развиваться и цвести. Остальные там помирали, большинство, понятное дело. То же самое и здесь будет, скорее всего. Но биток, ну не знаю, не вижу пока сценарий, что зачем его куда-то гнать. Перед тебя по эфир-доминация. Огромное боковое накопление, ребят. Да, здесь тоже такая формируется некая, формируется некий намек на разворот. То, что мы куда-то вниз идем, не очень красивая, скажем так, картинка, недельку закроем. С другой стороны, это по сути у нас рост, боковое накопление аккумулятивное и с потенциалом выхода вверх. Поэтому я думаю, что эфириум ETF даст о себе знать, когда надо. Сейчас немножко загибают цену, снижают цену. Я бы на самом деле присматривался к покупке эфириума. Я как раз об этом думал в последнее время, но не стал брать, потому что мне не нравятся графики. Я вижу, что, блин, сейчас что-то ливанется. Вот прям, знаете, чуйка такая есть. Я вижу, что не готов рынок идти вверх. Он еще не подошел к верхней границе. Хорошо, что я не взял, потому что, видите, сходили ниже, но пришли к нижней границе накопления. Поэтому сейчас взять, я думаю, это очень хорошая идея. Я для себя говорю, для своего портфеля процентов на 10 возьму и буду держать. Опять же, у меня будет в рынке примерно 50% портфеля. Это биток альта эфириум. 50% в кэше, потому что рынок для меня пока еще не определенный. Мне нужно подтверждение того, что у нас действительно начинается зарождение или выплеск вот этого альтсезона, энергии и так далее. Эфирчик. Да. Хорошо выглядит. Пока мы не пробили уровень 3000, 2800 держим. Есть потенциал, опять же, выхода вверх. Да, то есть, оживиться. И, кстати, он еще своего хайя не достиг, поэтому здесь потенциал роста даже вот относительно биткоина. Минимум это 60% до хайя. А в новом цикле он может показать там все несколько иксов. Не такие иксы, наверное, как на альте, конечно же. Совсем на шиткоинах имеется в виду, но тем не менее. Эфирчик интересен. Вот, по биткоину я сказал, да, что можем сходить, есть потенциал. Вот, кстати, по битку, да, я не сказал. По битку сходить на уровень 44 тысячи или даже на 37 тысячи – это нормально. Это нормальная коррекция, ребят. Из-за этого не сломается то, что у нас начинается медвежка. И даже вот это движение у нас не скажется, ну, не будет означать, что это медвежка. Нет, это может быть до накопления аккумуляции, до набора и пошли вверх. Потому что, по сути, мы еще… По сути, мы еще… Секунду. Мы еще только… Вот он у нас… Сейчас, секундочку, где у нас… Здесь будет лучше видно, да, график. Вот он, халвинг у нас произошел только 15 апреля. А вот в прошлый цикле, цикл после халвинга мы давали рост. Такого роста еще не было. У нас рост произошел до халвинга. Да, цикл необычный, действительно. Он уже другой. Тем не менее, сейчас как раз-таки вот это движение основное произошло из-за капитуляции майнеров. У них в два раза меньше добычи биткоина, но при этом энергия они тратят столько же. Вот. Или даже больше. И поэтому они начинают испытывать проблему на корректирующемся движении. Поэтому это логично, потому что вообще, в принципе, после халвинга у нас должно было быть вот это вот капитуляция временем. Давайте предыдущий цикл посмотрим. Там было более явно, да, халвинг, капитуляция майнеров, снижение, донабор. И вот прям, видите, какой дикий, дичайший рост. Он может и так вырасти биткоин, почему нет? Ему ничего не мешает сломать любые границы, любые параметры. Ну, 3000% конечно, вряд ли. Ну, я говорил свою гипотезу, она безумная достаточно, но вполне, на мой взгляд, реальная. То есть до капитализации золота, если биткоин вырастет, то это получается у нас 500 тысяч долларов за биткоин. Понимаете, да, может быть. А потом его сдуть так и резко, опрокинуть всех, и будет очень красивая картинка. Вот. Это по биткоину. По биткоину. Так что, кстати, ребят, пока, когда рынок, соответственно, у криптовалюты есть цикл, да, то есть четырехлетний цикл. То есть один год мы растем, три года, два года падаем, один год копим в боковике на дне, да, то есть у нас такое примерно, такое распределение. Сейчас у нас цикл роста. Часть мы уже прошли, еще часть осталась. Вопрос, вырастим ли или нет. Если вырастим, то насколько. Вот они, открытые вопросы, но я больше склоняюсь к росту. Я думаю, почему я к этому склоняюсь, эйфории не было. То есть не было такого дикого желания у всех купить там биткоин, зайти на всю котлету, продать квартиру там и так далее. Не было еще этого. Не было. И по анчинметрике тоже не было. Я на анчинметрику гласно вот опираюсь и еще. Мы в стадии веры заходили, но в эйфории еще не были. Поэтому жду. Вот. Это по крипте. Но крипте, когда идет шорт, надо в шорт туда вниз. Это надо уметь шортить, ребят. Чтобы уметь шортить, нужно уметь торговать. Чтобы уметь торговать, приходите по ссылку в телеграм-канал и там я выкладываю информацию, общаюсь в комментах. Пишите, я постоянно на связи. Если хотите обучиться, пишите. Там у меня, кстати, сейчас идет опрос по теме, которую какую мне раскрыть специально для вас. Поучаствуйте, пожалуйста, в вопросе. Вот здесь. Ой, мамочки, не то я зашел. Вот вопрос. Нажимайте опрос, голосуйте, какую тему выбрать. И я для вас ее раскрою. Соответственно, там при списке есть, кто захочет, может пойти на обучение и, соответственно, обучиться. Правильно торговать. Чтобы это было просто. И безопасно. Возвращаемся в графику. Что это такое? А, понятно. Студентом помогал. Очистить не могу. У меня просто уже все настроено. У меня все хранится сразу в загрузке. Я оттуда удаляю. А по умолчанию куда-то в жопу сохраняется. В жопу мира. Поэтому у кого макбук, ребят, вам нужно в настройку залезть в телеграме, найти, куда сохраняются файлы при скачивании. И удалить. Потому что дублируется и забивает память. Так, что у нас по битку. И, соответственно, чтобы иногда пересидеть вот эти боковые ги изнурительные, нисходящее движение, мы также используем российский рынок. Драгоценные металлы, золото-серебро мы используем, естественно. Сырье. Сырье также. Ну, пока драгметалл. И Мосбиржа. Мосбиржа интересна тем, что мы ищем скитальцев и берем наиболее интересные активы. Из последних это мы брали Яндекс. Покупали мы вот здесь вот как инвест. Вот она белая отметка внизу. Подавали мы вот здесь, наверху. У нас плюс 60%. Ну, там минус комиссии и так далее. Сейчас, секундочку, извините. Даллов. Ага, да, давай, хорошо. Жена заказывает доставку через курьера. И пришел курьер. Курьер. Так, запись идет все нормально? Да, сейчас я заберу доставочку и вернусь. Даже меня слышно будет. У меня хорошая радиопетелька. Собака защищает. Да, да, Гоша. Ты бы хотя бы встал с дивана для вида. Гавкает. Здравствуйте. Спасибо большое. Все, готово. Забрал доставку. Да все, все. Нет никого. Уши навострил. Сейчас вообще не кушает. Жара, видимо, да, Гоша? Так, все, пакетики забрал. Сейчас продолжим. Так. Ребза Моторс. И девчонка Моторс. Девчонки Моторс. Давайте с вами продолжим. Что я хотел. Да, в общем, по Яндексу мы забирали последний раз прибыль. Я увидел точку разворота, плюс перегретый инструмент, тоже неинтересный. Но мы его брали хотя бы в накоплении. То есть, видите, внизу. Забрали, вышли из рынка, сказали спасибо, до свидания. По зону то же самое. Мы брали здесь внизу, тоже порядка 60% или 55, не помню. 65. 66. Ну, там минус комиссия. Пусть будет 60. Ладно. Тоже забрали. Сейчас больше присматриваемся к шарту, чем к лангу. А, это Озон. Ой, Яндекс, то есть, вот Озон. То же самое. Да, вот мы брали здесь на инвест. По-моему, вот он на инвест. Вот я даже отметил галочкой. Мы продали его где-то здесь. Не на самых хаях, конечно, но на стоп переносили. Нас вынесло по нему в плюс 58%. Да, где-то плюс 55% с чистыми. Дальше я уже говорю, ребят, все, давайте. Либо его шартить только, если дальше. Ну, пошел вниз пока разворачиваю. Очень сильно разворотная картинка, поэтому. Тоже имейте в виду. Так, что у нас сейчас в арсенале? В арсенале у нас сейчас серебро. Серебро мы покупали вот здесь. Выход из накопления, да? Вот таким образом. Сейчас у нас плюс 57%. Держать будем до конца года. Долго будем держать, потому что потенциал у него просто бешеный. Купить даже сейчас, если бы у меня не было серебра, я бы даже сейчас покупал бы, потому что потенциал хороший. Я даже больше скажу, мы докупали. Когда мы докупали, на той неделе мы докупали. Вчера. Вчера на той неделе мы выбрали, чтобы мы берем серебро. А вчера я купил. В пятницу его выбирали. В понедельник я купил. Ну, рынок был закрыт выходные. Все правильно. Вот, соответственно, у нас сейчас, да, вот по нему тоже 57%, да, уже комфортная точка входа, очень комфортная и все замечательно. Пока держим. По другим позициям у нас еще есть Газпром многомучительный, да, вот мы его закупали уже несколько раз. Мы его покупали вот здесь, вот здесь. И у нас там тоже был консилиум. Потом мы приняли решение, докупили вот здесь. Мы докупили на небольшую сумму, чтобы вы понимали, это не огромные деньги, да, там на 1-5% мы докупаем актив для того, чтобы накопить его. Так как он находится сейчас в нижней точке накопления, шикарно, все боятся, всем страшно, льется кровь. Меня кто только не отговаривал от этого, а меня это только больше радует. Если большинство людей тебя отговаривают, особенно тех, кто не сильно разбирается в инвестировании, это очень хороший признак. Значит, они боятся, раз они боятся, значит, нихрена, значит, это уже почти дно. Вот, естественно, все это на споте, ребят, без плечей, пожалуйста, умоляю, не надо этого делать, с плечами работать. Вот, с плечами только если вы со стопами работаете. Это единственное условие. Вот, поэтому докупили, здесь я не помню, я, может быть, еще в личном портфеле докупал или не докупал. Я купил и все, я сказал. Дальше жду до конца года, следующий год, скорее всего, это все отстрелит и хорошо, я думаю, даст заработать. Поэтому пока, сколько у нас тут в среднем, если накопка получается, ну, где-то вот средняя точка входа, ну, где-то примерно здесь. Минус 15%. А я сейчас посмотрю ее, чтобы не соврать, что у меня тут в портфеле же есть. А то я что-то прикинул на глаз, как-то, ну, никому эльфу. Давай посмотрим. Все, пытается у меня Face ID считать. Газпром. Минус 9%. А, ну, здесь портфели клубные плюс мой личный портфель. То есть, по сути, я там докупал где-то здесь, по-моему, внизу все-таки. Да, я докупал. Ну, просто очень уж сладко выглядело. Короче, минус 9%. Ну, давайте клубный портфель, ну, где-то минус 15. Я думаю, там, немного. То есть, это вообще не критичная просадка, но при этом потенциал заработка, даже если мы берем не дно, а вот отсюда берем, да, там 50% или даже там 100% заработать можно. То есть, соотношение риска прибыли просто шикарное. Это Газпром. Аэрофлот следующий. Сейчас в прибыли 2%. У нее есть просадка. Вот мы брали инвест 1, брали в инвест 2. И вот у нас пару процентов рост. Ну, как раз вот где-то вот здесь. Ну, вот средняя цена входа. Гигантская, шикарная потенциал хода. Сейчас он корректируется. Это нормальное движение. Ничего критичного нету. Смотрим на остановку, накопление и так далее. Вот такие основные активы. Теперь давайте попробуем на льду перейти. Смотрите вообще, что там с льдой происходит. Комон, я в ребали. Опять он просит у меня вход. Сейчас я войду. Каждый день сбрасывает меня защита, чтобы ее... Это же хорошо. Ты что мне отпечатки не считываешь? Плотный палец. Поэтому не считывает. Логин. Финалин. Сейчас обновится. Кстати, ребят, ставьте, пожалуйста, везде на аккаунты Google Аутентификаторы. А то сейчас мошенники просто развелись. Пытаются украсть все, что есть. Просто все. А вот Google Аутентификатор очень хорошо защищает. Делайте, пожалуйста, все очень грамотно. Так, по битку, по эфиру приближались то же самое. Солана. Неплохо выглядит. Очень неплохо на самом деле. Но я ее не буду брать, потому что потенциал уже исчерпан. Да, он может пойти выше, гораздо выше. Обновить хаи в цикле в вальсе зоне. Но это уже потенциал 100%. Пусть там еще что-то. Ну, камон. Нет, он уже основное сделал. Я тут впервые говорил про то, что он хорошо выглядит на пробой вот здесь. Это было в октябре 23-го года. Он уже дал 700%. Камон. Я там в канале выкладывал информацию. Вот. Надкоин. Неплохо выглядит. Ну, пока глобально нисходящий. Да, его продают. ПП тоже уже израсходов. Вот его сливают. Надкоин еще хотя бы какой-то потенциал имеет. Надо посмотреть на боковое накопление. А вот ПП. Печарька пока. Вив. Бенби. Зеро. Доги. Доги подслевают. Но тоже треугольник на потенциал ухода вниз. Вернулись, по сути, в накопление. Давайте посмотрим, сколько у меня Доги. Доги, по-моему, чуть у нас в минус ушло. Дай посмотрим портфель по крипте. Доги, Доги. Нет, Доги это плюс 30%. Эфириум плюс 20%. И вот просадка такая. Ну, в основном вытягивает, конечно, эфириум, потому что его большая часть в портфеле, естественно, альты я немножко взял. Доги тоже я более смело взял. Ну, в среднем, наверное, просадка процентов 20 есть. Я потом посмотрю. Если, ну, короче, пишите в Телеграм, перейдите, напишите в комментариях, задайте вопрос. Я отдельно посмотрю и выложу вам цифрукную информацию, какой там процент получается. Так, о, Ripple. Да, Доги, Доги, Доги. Это спорт. Нам спорт неинтересно. Нам нужно фьючуи. Да, Доги, Доги, Доги. Пока, да, вот видите, альта прям нища-нища. Он прям всех вымывает, выматывает, всем страшно, все переживают, все бегут по блогерам там. У нас, вот даже у нас, вот при нашей хорошей точке к входу уже просадка там минус 20%, может быть 25%, я не знаю, надо посмотреть будет. Это, ну, это стресс. Как бы для, нет, для нас это нормально, мы зашли хотя бы еще очень хорошо. А у большинства людей минус 50-70 или 80%. Ну, прикиньте, какой стресс. А они на всю котлету зашли, нарушив весь риск money management. И потом она думает, а что же мне делать? И ищут золотую пилюлю. Бегают по блогерам всяким, кто им скажет, что им делать с их капиталом. Какой-то стопроцентный сигнал, что нужно сделать. Они это сделают, естественно, это будет не стопроцентный сигнал, они все потеряют. И потом будут бежать к следующему блогеру. То есть, ничему не научатся. Большинство людей, к сожалению, именно так заточены. Поэтому, если вы не хотите, хотите разорвать этот круг убытков, то вам нужно начать учиться и самому принимать решения самостоятельно. Не знаете, как начать учиться, в Telegram переходите, пишите, у нас там сейчас как раз голосование, запись при списке. Записывайтесь и узнаете, что такое правильно, безопасно торговать. Правильно и безопасно торговать. Вот. Поэтому смотрим дальше. Да, я бы даже сказал, просто и безопасно. Потому что система уровня, она базовая. То есть, на ней вообще все строится. Даже те, кто всякими индикаторами, осцилляторами пользуются, они пользуются системой уровня. Только мало кто в ней хорошо разбирается. Но без системы уровня нельзя. Это база. Для любой системы. Это база. Даже волновая система. Фибоначчи – это, по сути, уровень. Фибоначчи, он плюс-минус туда-сюда болтается. Он для ленивых, скажем так. Ну, по сути, кто ленивый, тот хуже ситуации. Тут мы пробовали брать эфириум классик. Не получилось. На свинг-трейдинг. С контролем риска. Там ничего страшного, фатального не произошло. Но все равно. Так. Что у нас еще из ликвидного? Ну, пока, видите, альта болтается. Очень плохая ситуация. Прям очень печальная. Старкнет мы тоже закупали. У нас есть. Аптус у нас есть немножко. То есть, да. Прям вообще над ним. Цены шикарные. То есть, если бы у меня сейчас альты не было, я бы сейчас закупил бы как раз-таки процентов на 20 альты. У меня просто 10% в битке, 20 альта. Там 10 в эфире. И я вот, я думаю, еще 10 эфира докупить. Понимаете, да? То есть, вот так вот. Примерно. Вот. Эти активы есть. Но они плюс-минус на дне. Тут еще ниже упало. Это круто, круто. То есть, тот же Доги Куэн, Солана. Все они, когда выходили, сначала валились вниз, болтались по дну. И потом был просто бешеный, нереальный рост. Поэтому это... Ну, ребят, пожалуйста, не надо сейчас. Вот я сейчас возьму на всю котлету. Нет, берите в расчете от своего риска майн-менеджмента. Если у вас всего 100 долларов, ну, и вам не жалко их потерять, ну, раскидайте эти 100 долларов на 10 активов. По 10 долларов. Выстрелите, заработайте супер. 1000 долларов. Окей, там по 100 долларов раскидали в активы. Ну, не надо, если у вас там всего 1000 долларов, и вам жрать нечего, вам вообще противопоказано все это делать. Если для вас вот эта вот спекуляция, крипторынок, последняя палочка-выручалочка, то, скорее всего, вы потеряете деньги. Нельзя входить в мир трейдинга и инвестирования. В мир трейдинга и инвестирования я из позиции быстро заработать. Из позиции страха, что, блин, это вот последний шанс, чтобы заработать, иначе я с голоду умру. Не надо, ребят. Надо на лишние деньги начать торговать, инвестировать и так далее. И у моих студентов это наибольший результат получают те студенты, у кого, кто приходит торговать не из позиции страха, а из позиции, что у них все хорошо. У них есть работа, у них есть дополнительный заработок, есть излишек. Либо нет работы, но есть накопление хорошее, есть год для того, чтобы обучиться. И они максимально быстро достигают результатов. За три месяца бывает, уже начинают там торговать, зарабатывать хорошо. Там полгода и так далее. А те, кто из страха, они либо вообще не заканчивают, не могут научиться, либо требуют очень много времени. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, это очень важно. Сразу дисклеймер такой, чтобы не было там влажных мечт. GMT вообще хреново смотрится. Flow, ну в общем, да, альта, она вот так себе. В общем, ребят, в телегу приходите, пишите вопросы. Я там постоянно нахожусь, постоянно отвечаю на связи. И там можем обсудить ваши какие-то моменты, вопросы. Может быть, вашу ситуацию разберем, финансовую ситуацию в том плане, как выйти из долгов, может быть, и на какую сумму инвестировать. Вот в вашей ситуации я с удовольствием пообщаюсь. Поэтому радовался их видеть. Всем пока и увидимся в телеграм-канале. Переходите.